Все готово, все готово, все на месте. Братан, ты мне скажи, это вот нормальная история, да? Пацанская, когда ты вот в такое влетаешь. Братуха, понимаешь, как бы, как, конечно, спорнеров нас дать, и это мы все понимаем. Ну, мы же в медиалиге, мы же должны делать шоу. Алоха всем, друзья, снова рады вас видеть. Это я, Райзен, и Дмитрий Егоров, и вместе мы броуки. И да, это именно те часы Фила, на которые мы играли в этом матче. Которые стоят 3,5 миллиона рублей. Мы думали, что ж такое Фир-то изобретет, чтобы эти часы выиграть. И слышим тут такое от Васи Маврин. Знаешь, я играю за реальники сегодня. В смысле? Что, я с Герой договорился, за сотку. Да не, бля. За нас только прогонки. Время, он сотку вкладывает, сотку вкладывает, и часы за три еда. Сколько у тебя там они стоят? То есть ты всего 100 стоишь? Ну, за второй матч, если я играю за какую-то другую команду, Герой я отдаю 100 тысяч. 100 за матч, 100 за матч. Да, конечно, правила вам кали жуткие. И если Васе вдруг нечем будет платить... У нас правила в команде вообще фривольные, ты свободный человек. Поэтому, если тебя кикнут, дружище Василий, у нас с тобой отличные взаимоотношения. Я думаю, добро пожаловать броуке. Что скажешь, Дмитрий? Я думаю, что он сам все сказал. И как раз слот Артура... Да я знаю, Вася, ты в душе... Ты в душе наш, бля. Ты тот еще броук, бля. Я за броуков, конечно, за броуков. А ты, Олег, тоже, ты вообще страйкером был, защитником стал. Что с тобой происходит? Жизнь такая, бля. Мы по Екатеринбургу ходили, кричали, ебать, амкал, ебать. Но это было давно и неправда. Это я осуждаю. Это было давно и неправда. И вообще, какая-то другая команда перед этим матчем на нас гнала. И поэтому броукмобиль уже приехал разбираться. И, кстати, амкал, добро пожаловать в МФЛ на next season. Встретимся там. А где Диман? Диман едет. Бля, вот она. Сука, она ж не тормозит прям, что... Монак, она не тормозит. Я тебе косо. Не только для Чапинкоса получается, но и для Фила. Потому что мы слышали их кричалку. Да! Признаюсь вам честно, я не мог спать после того, как увидел этот ролик. Как вы себя чувствовали, Дмитрий? Было очень неприятно. Я грустил. Как ты мог, Фил? А? Мы кричали не цензурную брань, который не соответствует действительности на сегодняшний матч. Как это доказать фанатам, что не ебать, Брокбойс ебать? Знаешь как? Как? Смотри, знаешь, как это делается? Это не значит, что ебать, Брокбойс ебать. Правда, Райка? Фил, это супер добрый тип. У нас с ним отличные взаимоотношения. Как бы матч не закончился, главное, чтобы он мне пизды такой не дашь, чтобы я выжил. Но в любом случае, я уверен, это в кит такой, который все делают перед медиа-играми. Поэтому претензии много. Лично у меня точно. И у всей команды. Все, обнял, приподнял. Мы вас ждем на трибунах. Фил ждал болельщиков. А мы не только их, но и Чипинко-сооо. Да. Десять номер Броков у него. Да, Санек? Они ноль ебанули. В смысле, почему, блядь? Они сейчас привезут второй комплект. Они объебались. Я с них уею, блядь. Это Чипинко-с, братан. Так нельзя. А шорты Эрик Яна? Вопросы есть? Уважаем, а тут солидно. Это XL-ка? Оверсайз? Потому что, блядь, рэперы не носят вашу в обтяжку хуету, блядь. О, Даня. Доро, доро. Ты не худший. Только лес. Ты лучший. Здравствуй. Физкульт, привет. Приветствую, футболиста. Брат, вопрос у меня к тебе главный. Будь со собой. Да, я взял старые свои, короче. Ты сейчас, блядь, в такую жаришку залетил. Не, ну мы финты видели, вот эти, как ты ловишь. Это финты, это одно. А ты занимался прям? Я профессионально занимался в свое время. А где? Ну, во многих клубах играл. Чертанова, допустим. А, ну то. Я тренеров даже помню. Сергей Витальевич Лазарев у нас был тренер. Потом я приходил на ФК Торпедо. Да, я играл на ФК Торпедо. Росич. А, ну это тренер. Росич. Еще, ну короче, много. Чипенкос. Приветствую, ребят. Приветствую. Спасибо. Подписание. Подписание. Вот так вот. Можно ходить? Ты ходил? Да, давай. Пиздец. Так, ну ролик с Чипенкосом можно посмотреть отдельно, а нам пора уже переходить к игре и дополнительную мотивацию объяснить, почему надо побеждать. Тут надо главное сказать, что если мы сегодня проигрываем в реалити, то играем на спорте. В точный арсенал у нас на спорте. Не хромис выздоравливает. Короче, не будет опять обдевать. Если выигрываем или в ничью, то с реалити. Ну короче, эти расклады я давал зря, потому что команду больше интересовали что? Три с половиной миллиона в часах, что еще? Полторашка на команду идет, да? А почему ты поплышку свою не сдал? Так, ну ты замотивировал, что у меня нет. То есть часы в банке там у Коли лежат, а твои почему нет? Мои? Они слишком дорогие, я их лично должен контролировать. Это командирский. Которые, бля, Санкт-Петербург, Гэ нету, да, в конкретном? Натан, ты создатель всех пацанских пабликов, бэкапов. Нихуя ты пилот там современного времени, братан. Неважно с какой высоты ты упал, если ты умер, блядь, ребята, понимаете? Куда ты собрался старый, блядь? Эээ, ты чё? Чё начинается? Чё, нормально, начальник, да? Я бы с тебя настримил. Ну ты знаешь, у меня бизнес, блядь. Я не крутая бизнес. Ну они мне не дают, я кину, блядь, мне тоже хочется, блядь. Сказочный, блядь. Взял президента, поставил своего, писанутся и приеду. Как так? Капитан, давай с ним. Как-то они забрали, блядь, боязку после этого. А как они меня заберут, если, блядь, кто будет? Лев в стае должен быть один, понимаешь, блядь, Зил? Лев в стае должен быть один. Ну, в общем, было за что в этом матче вороться. И, как обычно, по пути на поле мы встретились с Асланой. И спросили, ты с кем хочешь вообще играть? С нами или с Реалити в четвертьфинале? Бог луча с Асланом, ей-богу, его каждый раз наберешь. Да, вам без разницы. Или не хотелось бы с нами? Мне кажется, в одно сетвертый рано ваше. Рано. Мне кажется, может был бы. Ну, или в финале в идеале, конечно же, мы доживем. Ну, а нашей команде существовать помогает Бэт Бум. Лучшая букмекерская контора в России на данный момент. И, самое главное, друзья, успевайте участвовать в замечательной акции, где мы разыгрываем два самоката, 200 тысяч фрибетов и встречу команды Броуков. Давайте вперед. Она действует до 29 июня, поэтому срочно переходите по ссылке в закрепленном комментарии, кликайте туда, нажимайте участвовать. И, кстати, участвовать могут даже те люди, которые уже зарегистрированы на Бэт Бум. Ну, и не забывайте, бонус до 10 тысяч рублей все еще в селе. Переходи по ссылке в закрепленном комментарии и открывай игру с Бэт Бум. Ну, а мы откроем матч. Наживай на кнопку. Это лайк еще поставьте и это подпишитесь на канал. И комментарий напишите сердечком, типа вы любите всю нашу команду, чтобы у нас была плюс мораль перед матчем. А вот с нас портили реалити, вы знаете уже на спорте, блять, в одной. Да ну нахуй. Чипенкос, это просто... Чипенкос, а он сегодня будет, нет? Когда, когда, когда? Вон Райзен и он сейчас за ним зайдет. Ну, он здесь сегодня? Он здесь. Он уже десятку забрал. Очень ждем на поле. Ну, Эрик Яну же, да? Ну вот, ждем на поле. Интересно, интересно, конечно. Хорошо я подписатель. Слушай, это топ. Это то, что хочется. Я потом закрою. Вот они, самые ценные. Братан, эти даже не блестят. На конференциях надо пиздеть, ты туда не приехал, понял, блять? Ну что? Играешь в старте? Жалко, что ты не на поле. Эй, я видел, как ты подогаблешь. Где КДК? Теперь никогда уже здесь не ударили. Все. Ребята, ну это самый легендарный матч, я считаю. Разве не так? Надо посмотреть. Да не, это уровень присущий. Ой, 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 ой. Ты не ЕГЭ пишешь, это тыга. Ой, ой. У вас новый, величайший рэпер. Скажи, пожалуйста, что думаешь мне? Мне похуй на него. Это очень круто. Что думаешь о сопернике? Тоже похуй на них. Хорошо, ну и финальное. На что тебе не похуй? На снюс. А состав на матч у нас был такой. В воротах, конечно же, Иван Зирика. В центре защиты Виталий Дьяков и Илья Давыдов. Справа Артем Ледовский. Слева Александр Федосенко. Два опорных полузащитника Мо и Серега Шуенов. Справа в полузащите Бухар. Слева полюбившийся вам Салам под нападающим Макей. И в атаке капитан команды Серега Давыдов. Давайте. Нас не сломать! Мы так поломаны! Нас не сломать! Мы так поломаны! Нас не сломать! Мы так поломаны! С самого начала матча мы идем в атаку. Здесь знаменитые финты Салама. Классный пас с пяткой на Мо. Он опять как Месси. Рывается штрафную, но на этот раз не Месси. Потому что мяч убивает на голову. Салам просто. Ты видел что? Салам. О чем ты мечтаешь в данный момент? А ящики снес. Слышал, блядь, запретили болельщикам болеть? Ничего. Бля, я подхожу, говорю, они слова матерного не скажут. Мы поговорили. Нет, лучше не надо, блядь. Нахуй болельщики тогда, если они не могут болеть. Потому что, типа, что сегодня только семьям можно приходить. Что сегодня еще действуют эти ограничения. Блядь, я против ограничений в этом мире, понимаете? Таких. Это максимально странно. Вспомните, какие матчи, какой антураж был. Мы бы сейчас просто взрывали бы эти трибуны. Ну, в хорошем смысле. Короче, друзья, вот тот факт, что нас не поддерживали фанаты, точнее, они пришли на игру, но им запретили болеть, был очень печальный. Еще раз объясню, в чем дело. Все дело в том, что на эту игру можно было приходить только как будто бы семьям игроков. Ну, видимо, семьи игроков и появились. И вот там всякие барабаны, громкоговорители были запрещены. Это, конечно, печально. Печально очень. Но в матче чарльд-финальном, не скажем с кем, который в семь вечера начнется на лучшее, вроде бы все будет можно. Так что приходите, подписывайтесь на наш канал. И что самое главное, покупайте мерч. Ссылка будет в описании, потому что мерч с духом, мерч Бролков поступил в продажу. Такой ажиотаж невероятный, чтобы вы понимали, что у меня до сих пор нет этой футболки. Ее уже кто-то за меня купил. Скорее, пока не раскупили все, переходите. До этого матча я задавал себе вопрос, нахуй ходить в зал и качаться. Кому нужны все эти долбанные мышцы? До того момента, пока я не дал Филу выбросить этот аут. Посмотрите, вот он разгоняется, бросает и на 30 метров в штрафную закидывает этот мяч. Какого хуя, бля. Реально, вы только посмотрите на него. Он почти забрасывает мяч в ворота. И вот уже и первый удар следует. Эй, Фил, давай попустись. Че, бля, успокойся, бля. Че, у тебя слишком легкие руки без часов или че? Ее охуел. А как он так кидает? Я никогда так жизнью бы не кинул. Попадали на свои руки. У нас две мяча, чем его одна. И с самого начала матча мы решаем, что лучше всего не отбирать мячи. Здесь Саня Федосенко, ну, в принципе, не защитник, но все равно не вышел на перехват. Здесь Мо не пошел дальше за своим игроком, который забежал ему за спину. Здесь был прострел. И если бы не нога, якобы был удар по воротам. Он, в принципе, и есть, потому что Саня не успел доработать своим. Также очень важно в этом матче было, как будет играть Серега Давыдов. Потому что вы его все жестко критиковали. В комментариях писали, что он давно уже не тот. Но вот первая минута, и он сразу цепляется. Он сразу оттаскивает филы и получает по ногам. Кричит. Шутки шутками, а на повторе видно, что это реальное желтое. Лоу. Там такой орд, я думал, ему палец отрезали, блять. Вообще, желтые карточки для Фила не были в наших интересах. Потому что чем раньше он их получил бы, тем скорее ушел бы с поля. А такие футболисты, такие попрыгунчики нам очень нужны. И вот, запомните, товарищи, мы все игрой Фила были очень довольны. Никакой движухи нет. Просто играют в футбол. Сегодня поджигать готов? Ну, все зависит от ситуации. Если будет мяч в ноге, можно что-то сделать. Если мяча не будет, просто будем воздух гонять туда-сюда. Слушай, фанаты текут. Нравится внимание, которое сегодня к тебе появляется? Да, спасибо. Очень приятно. Я давно так не получал такого внимания. С такими громкими овациями, аплодисментами. Очень приятно. Да, это был! Воронежа, Леха! Чапинкос что-то немного приуныл, поэтому нужно было его моднейше развеселить. И здесь вышел на сцену Артем Ледовский. Которого то ли подстрелили, то ли он подорвался на этом мячике. То ли мяч лопнул, но потом опять обрел форму. И он решил потерять мяч пару раз. Но и этого ему было мало. Он четвертый раз не отобрал. Все-таки добежал до своих ворот. И решил под занавес еще и упасть пару раз, споткнуться. Ну, в общем, это было прекрасное исполнение. И закончилось все ударом выше. Блин! Лед! Играй, 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 горись! Хорош! Вот тебе игры, бля, в субботу. Смотри! Блядь! Вот! Лед же опять все играл? Так, как-то? Да, Лед опять играл, да. И валили! Блядь! Блядь, что со льдом? Блядь! Это лучший брейк, который я... Лед на льду, блядь! Понял такую-то автологию? Мы спрашиваем, сарапался или нет? Все, о, все нормально. Все, вообще, хорош, Лед! Красиво! Все, мы поддерживаем всех. Мы дружелюбные люди. Дружить, любить людей. Ну, это, конечно, грандиозный момент. Я думаю, Лед его надолго запомнит. В хайлайт это явно войдет. У нас уже по чату нарезки летают. Ну, командам. Вы видите, да? Здесь, в общем, мяч обрабатывается. И здесь Лед урабатывается. После этого всего действия. Не знаю, с чем это связано. Возможно, с его усталостью. Ну, или просто бутсы плохие. Я ему подогнал новую пару. Возможно, это зарешает. Лучший фил. Не надо так. Врачи, не комментируйте. Чем больше вы будете комментировать, тем раньше его заменят, блядь. Правильно? Пусть первые минуты были ни о чем, зато здесь Макея дал длинный пас на Серегу Давыдова. И вот он бежит. Один и... Пенальти надо ставить. Карточка, лол. Рэп. Лучше, Серег. Пошел, 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 пошел. Ну, пари, блядь. Рэп, рэп. На чок, на чок. На рывочке. Пошел. Ну. Рэп. Рэп. Остань. Чок, стой. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, пожалуйста. Никакого давления. Присаживайтесь, где вам удобней. Да. На повторе видно, что дядя Сережа Давыдов стартует со своей половины поля. И вот он уже убежал. Вот хорошо подработал. Еще раз хорошо подработал. И его толкнули в спину. Это случилось. Как мы убедимся? На повторе. До штрафной, к сожалению. Пенальти не будет, но зато должна быть красная карточка. Вот он здесь. Толчок в спину, очевидный локтем. Номер игрока. 99. 99. Максим Туманов. Да. Это штрафной удар, красная карточка. Ну что ж, штрафной удар, красная карточка. Броуг Бойс получает возможность выиграть 3 миллиона. Наши аплодисменты. Судья, вы хорош. Желтый к вам к лицу, а красный к вам рукам. Глава 1 на 1, человек. До штрафной. Ни игры не было. Нет, вы не бойтесь. В спину прям вот так толкается. Это видно все. Сейчас выйдет Виталий с гидростроя Дьяков. Краснодарский стилек сейчас даст девятку. Марк Майворц. Прошу, я молчу, бля. Все. Мне просто интересно, бля. Хорошо. Давай, бля, поставим с тобой. Вот с дагестанцем ты меня познакомишь с дагестанцем? Сходишь или не очень? Да. Да. Он говорит, за место лиц будут стулья. Я еще не приехал, бля. Здорово. А давай сделаем так. 1-0 пусть они забивают, но он нас не удаляет. Как вы? Пойдете на такую хуйню? Да сидят. Мы переграем. Бля, мы хоть раз в большинстве поиграем. Нормального человека это штрафной, но для Дьякова это пенальти. Его он реализовывает. Джуси ничего не смог сделать. Бедняга. Или бедолага. Лорд. Лорд. Сиди за ты, нахуй. Ну я сказал, ну, ну, это я просто. Сюда, блядь. Сюда, блядь. Сюда, блядь. Сюда, блядь. Дубиночка. Чур, блядь. Легче. Твой кел застой. Блядь, Ирюня, красава. Бля, электричка, еб. Ирюня, ты пустя, блядь. Бобби. Так, так. Ебнутый тип. Куню не забил. Медаля. А у Хатабыча старик, еб. Но тут все четко. Дьяков РПЛ много таких мячей забил. Но самое главное, что ему еще помогла одна умная голова. Может быть, Джуси бы еще что-то достал, но здесь идеально. По-моему, Диабальт подбил мяч в ближний угол. Просто идеально. Вот. Одним кивком головы все решил. И Джуси очень недоволен. Чуть-чуть коснулся мяча. Чуть-чуть коснулся. И это помешало Джуси забрать мяч. Но хорошие новости на этом не заканчивались. Вить на игру приехал. Тига с духом. У него колено прошло. И он выздоровел. И, скорее всего, примет участие в плей-офф. Что делает этот? Бля, лорд медиафутбола дал им. Сейчас он назад. Кураж поймал уже. Честно, ты скидтировал штрафты эти? Не, ну, конечно. Кто лучше бьет? Ну, пока что старый. Пока что старый. Но у нас это в слове за молодой бюджет. Ле, он просто ладошкой вот так вот положил, блядь, в 9. И все. Просто. Это не штрафной, это удар в пустын был. Тут, казалось бы, вот вы в большинстве возите, делайте, что хотите. Но пока что не получается. Вот ото льда убегают, подают штрафной. И хорошо, что дава пока цепляется. И зарабатывают штрафные. И ауты в нашу пользу. Надо было, блядь, он играет, да, он гений, блядь. Скажем, а что, забирает? Понял, блядь? Это перерождение называется. Надо умереть, блядь, чтобы заново родиться, блядь. Шаришь, блядь. Нет такого понятия, профессионал, не профессионал. Человек либо хорошо играет, либо плохо дано, либо нет. Правильно? А слово профессионал, это всякие уёбки придумали, блядь. Чтобы опустить, блядь, нормальных игроков с улицы. По факту, блядь. И возвысить, блядь, хуй плётов всяких, блядь. Маменькиных сынков, блядь, которые, блядь, привозили, блядь. Футбольные лагеря, блядь. Нормальные люди во дворе играют, ребята. Вот в чём есть в смысле. Да нормальные люди везде играют. И в тюрьме, и во дворе, и везде. Здорово. Хорош. Пока нормальные люди играют во дворе, мы играем в большинстве. Вот так играем в большинстве, что с нами, в принципе, делают, что хотят. Обыграл пацанчик нескольких наших футболистов. Ещё здесь накрутил Бухара и опять прострелил штрафную. Слава богу, Илюха Давыдов мяч вынес. Ну и опять подбор за теми, кто в меньшинстве. Все опять же делают, что хотят. Опять же разворачивают атаку во фланг. Опять же здесь пустые зоны. Опять же обыгрывается Бухар. Опять же прострел штрафную через льда. И здесь опять же Виталий Зьяков спасает. И опять же подбор у них. Что за хуйня начинается? Всё, на что мы рассчитываем, играя, повторюсь, в большинстве, это выносы, за которые цепляется Давы. И иногда это проходит. И здесь нужно побороться, но мы фалим. Всё, больше ничего нету. Нормально, нормально, нормально. Подержи, подержи, Серёг, мяч. Надо играть просто красиво, когда нас больше. Президентка, у нас всё-таки что-то получается. Серёга Шауенов пускает Даву на фланг. Тот, в свою очередь, ставит корпус. Разворачивается. И даёт передачу обратно на Серёгу. Серёга, в свою очередь, на Бухара. Но тот, к сожалению, в офсайде. Так, бери, хорошо. Давай, 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 Серёг, не выключайся. Бля, Давыда опять гоняются. Ёбаный брат, как здесь кричат, блядь. У меня уже уши болят. Я, блядь, за всю историю, блядь. В звукозаписывающей студии такого, блядь. Хорош, Нерёга. Децибела не получал, блядь. Пойдём, дадим положительный заряд. Ну, уши уже, блядь, не слышат ничего. Ничего положительного не можем сказать. Мы же ничего положительного за все матчи не сказали. Ребята-то, молодцы. Молодцы. Молодцы-то, молодцы, но пока команда, которая играет в большинстве, на некоторых участках поля в меньшинстве. Здесь Лёд не поборолся с нападающим Гаучо. Здесь Лёд не успел накрыть Диабальда. И Диабальд прострелил под себя на того же Гаучо, которого не накрыли опорники. И тот промахнулся. Повезло. Пизда. Пизда. Хорош. Здесь явно было видно, что Лёд уже не успевает. И не следовало прыгать в этот отчаянный подкат. Ну и здесь опорная зона вообще голая. Никто абсолютно не мешает пробить игроку реалити. Как так-то, ребята? Пойти с центром. Ну, у вас на одного больше. Пусть бегают, блядь. Это установка. Не, ну чё ты, блядь. Опять же, тот самый вариант наших атак. Вынос вратаря. Опять же, Дава борется. Опять же, здесь где-то Салам с Бухаром. Салам сейчас будет пытаться накрутить. В принципе, он и накручивает. Простреливает. И здесь, как обычно у нас бывает, никого нет. Хотя прострел, в принципе, логичный на 11 метров. Но мы видим, что Лёд-то вообще не добежал до чужих ворот. Ещё и решил пнуть по болельщикам. Хорош, Лёдик. Вот так этот мячик, блядь. Да, блядь. Вот когда тишина заебись, блядь. Когда там, тут орут, блядь. Ну, это игре никакого плюса, блядь. Понимаешь? Игрок, если на поле ни хуя не видит, это хуёвый игрок. Всё. Ему никакие, блядь, голосовые команды не помогут, блядь. Это касается и ММА. А пока наша знаменитая атака в большинстве. Вновь вынос Зирикова. Но здесь уже с мячом Салам. И Салам оттирает защитника. Ещё раз его обыгрывает. Делает марсельскую рулетку. Прокидывает мяч между двоих. Врывается в штрафную. Ну, помогите ему. Здесь дава, удар. Но вот это уже атака. Давайте просто взглянем ещё раз на этот великолепный момент. Здесь он налегке разворачивает двоих. Смотрит на них же. Прокидывает мимо них же мяч. Пробегает и даёт отличную передачу на даву. Мне кажется, здесь не стоило бить. Надо было как-то обработать, возможно. И сблизиться с Джуси. Расстреливать его уже с 11-метровой, например. Ну, а пока трагично выглядит, что Реалити, играя в меньшинстве, повторюсь, в меньшинстве, получает столько свободы у наших ворот. Грандиозные, огромные свободные зоны. И непонятно, кто кого кроет. Хорошо, здесь вернулся Салам. И Салам даже отобрал мяч. Бля, Салам, что ты за человек, блядь? Вперёд отдать тупо некому. Потому что мы идём пешком из своей штрафной. Здесь мяч уже получает лёд, делает финт и просто отдаёт гаучу. Просто отдаёт гаучу. Мы в большинстве. Нормально, нормально. Серёг, спокойно. Дыши, дыши, дыши. Освобождая вот зону там. Бля, лёд этот прогиб. Ну а мы в свою очередь создаём изредка неплохие моменты, как, например, вот этот. Бухар хорошо переводит на Салама. Тот качественно обрабатывает мяч, ставит корпус, сохраняет его, разворачивает атаку на Лидовского. И тот делает передачу на Даву. И что Дава? Дава забивает гол 2-0. Он пришёл к нам в Розеланку. Да, ты что? Да, ты что? Я молчал, я молчал, я молчал. Давайте смотреть, бригада, режиссёр, офсайд. Всё, спасибо большое. Двухметровый офсайд. Бля. И тут мы на время вновь заиграли в футбол. Даже перестали делать эти постоянные невероятные длинные забросы. Как-то попытались низом выйти. И здесь опять передача низом. И сброс низом на Салама. И вот она откуда-то зона появляется. Неужели? Если ты низом играешь, у тебя есть зоны. И здесь же Серёга выбегает один на один. Хороший ему пас. И Джуси тащит. Молодец. На этот раз офсайда действительно нет. И у Серёги Давыдова просто великолепная возможность. Чуть-чуть не успевает он правой ногой проткнуть. И здесь уже удар исключительно в корпус наносился Джуси. Вот здесь бы на шажочек раньше встретить мяч и правой ногой перекинуть. А левой уже шансов особо не было у Серёги. Ножку отставил и... Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Пенальти, блядь. А у нас есть ещё крайний нападающий? Да! Есть, чертенковский. Да! Опасные моменты хорошо, но пока продолжим историю о том, как принимать мяч где угодно у наших ворот и получать огромные пространства на нашем правом фланге. Ну вот очередной раз Диабальт отдаёт 79-му номеру, к сожалению, не знаю его фамилии. И здесь, естественно же, и подбор за командой Реалити, и удар хороший. Был бы гол красивый. Да пизда! Ты чё, нах, тоже было очень близко. Смотри, вот подбор, вот это надо здесь сразу забирать мяч. Очень круто. Ух ты! Очень круто. Хорошо. Вот, вот, хорошо. Ну а если вы соскучились по нашим выносам от ворот, то вот они. И здесь, как обычно, Серёга выигрывает мяч. В центре поля у нас никого нет, некому помочь. Но хорошо, что здесь Бухар хоть как-то разбирается, обыгрывает защитника и делает неплохую передачу на Макея. Макея здесь играет достаточно грубо, получает жёлтую, ничего нового. Здесь видно было, что хороший заброс, но Макей, видите, не успевает на опережение и играет во вратаря. Не ногой, но корпусом. Я считаю, это заслуженная жёлтая карточка. Здесь всё по правилам. Бля, да. Не знаю, может, Макея пора ставить в оборону, потому что именно здесь мы как-то постоянно недорабатываем. Всё, что хотят, делают футболисты реалити. Но здесь, ладно, Илюха Давыдов мяч вынес. Здесь, ладно, Салар с первого раза не обработал. Но как тут-то они дыры находят, когда нас 5 или 6 человек? Как у них всё это получается? Как Диабальт легко отбегает всех? Почему лёд опять стоит на углу вратарской? Непонятно абсолютно. Смотри, так продолжите меня выпустят. Мало не покажет. Да, я вижу, брат. Ты на своё идея. Давай сразу выходи. Хочешь, я тебе замену организую? Пойду Фила лично попрошу. Не-не-не. Давай-давай-давай, брат. Мне как ядерное оружие держат пока. У тебя, бля, огонь в глазах есть. Есть огонь. Вот этого вот меняйтесь, капитанский, бля, заебёт, бля. Какой? Вашей командой? Не, ваши, ваши. Наши не нельзя трогать. Это Серёга. Не, у нас всё чётко, не надо. Так что я предупредил. Смотри. Выглядит всё невероятно удручающе, потому что Реалити делает, что хочет. Вот вам один удар. Вот Гаучо с мячом качнул Бухара. Вот ещё один удар сейчас будет. Ну, здесь Макей накрывает. Третья передача. Здесь Дьяк выносит. Мяч опять у Реалити. Опять у Гаучо. Да, здесь Саламову отбирает, но зачем-то прокидывает между ног у их нападающего. Естественно, теряет мяч. И опять Реалити делает, что хочет. Проникающий в пас штрафную. И здесь Дьяк спасает. Это ужас. Бля, как хорош, а? Как хорош Дьяк, сука. Я смотрю и радуюсь. Давай, 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 давай. Дьяк-то хорош, но проследим ещё за одной атакой у наших ворот. Опять не встречает никто. Не мешает. И удар из штрафной в дальнюю. Всё черепляет. Бля, Сирик просто, бля, мёртвый. Вот взял его, груди к сердцу, полюбил этот мяч. Это любовная история с мячом, бля. Маккей без позиции, как будто бы. Я понял, есть такой принцип. Если играет Маккей, не играет Дава, бля. Если играет Дава, не играет Маккей, бля. Если вы думаете, что это всё, то нет, это не всё. Потому что опять подбор у Реалити. И опять Диабальд. И опять лёд на льду падает, лежит. И атака продолжается. Лёд не успевает встать. И опять Диабальд простреливает. И вот удар просто уже с пяти метров. Дьяк спасает. Отвратительно. Просто блевать хочется от такого футбола. Просто, сука, блевать хочется. От каждой вот этой передачи Диабальда. И всего, что он делает с нами. Генды, блядь. Блядь, Мо. В том, что нет, это не Реалити. Он прекрасно играет. Это мы вообще не двигаемся. Мы не успеваем нигде. Вот здесь Гауча смещается к углу. Его в самый последний момент только вспоминает о нём Мо. И никто не мешает ему править. Никто. Тенденция клёвая. Вот идёт, идёт, блядь. Играем гадко. Ну да, есть. Ну а заканчивается первый тайм нашей атакой во владении. Ну вот перевод Дьяка на льда. Подо льда открывается салам. Но лёд отдаёт сразу передачу на даву. Получает мяч обратно. Но не разворачивает центр, а просто убегает в аут. Вот и весь наш первый тайм. Блядь, я на той половине поля два раза мяч получил, блядь. Я только обороняюсь. Чё эти, расставиться и играть правильнее. Глаза у всех горят. Блядь, у нас теряется вот этот вот, блядь, игровой процесс. Блядь, у нас все бегают, где хотят. Понял, просто три, посмотрите. Первое, второе, пацаны, не нужно пихать, блядь. Ну тяжело. Кто кого-то не получается, будете пихать, будет ещё тяжелее. Подбодрите, блядь. А у кого не получается, парни, если не получается, нужно придумывать. Блядь, сделай, бля, простую передачу, просто диагональ. Ну, вы, сделай пару раз, мы уверены. Мы сделали один раз комбинацию, когда мы просто все двигались без мяча, подстраивались. Мы забили второй гол, его не засчитали. Ни до, ни после мы этого ни разу не сделали. Блядь, нельзя так играть. Мы без мяча, мы должны двигаться. Нас на одного больше, нас не меньше. У них пространство между защитниками и полузащитниками. Пиздец, блядь, заходите туда, получайте эти мячи. Так, салам. На свои половины, пожалуйста. Без вот этих вот обводок. Вот, да, летай, он хорошо цепляется. Ему поставил это в грудь, там, в ногу, дал. Он зацепился, заработали, стандартно. Нет, смотри, нет, смотри, мы когда садимся от ворот, они идут на нас. Там впереди они один в один. Просто все, они играют один в один. Блядь, нам просто надо выиграть этот мяч, подобрать и пошла атака. Блядь, нам чуть контроль, блядь. Пацаны, блядь, передачи, которые на свои половины, ну отчетливо, вот дайте в ногу, чтобы мяч, блядь, катился. Не давайте вот эти жабы друг другу. Мы друг другу, блядь, даем эти передачи. Потеря куда-то в недодачу, бум, бам, кто-то в подкатах, вау. Блядь, спокойнее. Нам часы забрать, нахуй. Блядь, сегодня нахуй. Блядь, здесь что за убийца, я, блядь, баху, я уже хочу, спокойно. Сил нету, на вперед. Все, бегу, все, бегу, ты заебал. Ты говоришь, что, блядь, просыпаюсь. Не, Серега, ты сказал, будешь, ты делаешь, слов нет. Все, все, что. Блядь, братан, блядь, такая же. Блядь, а какие-нибудь есть тактики, которые вы сейчас будете использовать? Ну да, чисто для себя, я никуда дальше, пацанам не удастся. Я сейчас через минуту пойду вот туда ссать, а когда я хожу туда ссать, мы всегда выигрываем. Ты в натуре пойдешь? Да, да, через минуту пойду ссать. Вот это главное, братан. Вот это хорошее. Это магия, блядь. Ладно, он сделал тут шах и мат. Мы заберем твои питерские часы, правильно? Не надо, братан. А вот как мы выполняли установку. Ледовский обрабатывает мяч так, что он подскакивает и дает как раз-таки ту жабу на Бухара. Бухару бы кому-нибудь отдать в центр, но в центре никого нет, поэтому Бухар бежит вперед, просто вперед. И мяч укатывается за лиц. Вот мяч уже у Дьяка. Дьяк делает диагональ. Здесь Серега борется. Серега молодец. Серега может просто отдать один на один Бухару, но Сереге это не нужно. Серегу манит угловой флажок. И вот он угловой флажок, вот они два защитника реалити и угловой заработан. Это хорошо. Что делает Давыд, блядь, в таких моментах? С мячом борется. Блядь, Давыд Мальдивы в другой стороне, блядь. И угловой заработал, ладно, вопросов нет, хорош. А у меня, как у болельщика, вопросы есть. Ну да, классно обработал, но вот отдай Бухару один на один. Отдай. Еще одним касанием отдай. Еще одним отдай. Еще. Ну, блин, ты же супер профик, Дава. Ты же все это видишь прекрасно. Ну, я не понимаю этот матч. Там дальше 6 передач можно Бухару, Саламу, блядь. Дьяк, что он делает, блядь? Салам, блядь. Лорд, скажи ему. Лорд. Лорд. В принципе, да, иногда нормальные атаки получались. И здесь Салама дает на Лилюхина, и Лилюхин все видит. Видит он, что и Макей забегает штрафную. Но Макей просто не получается обработать. Довольно часто это происходит. Беги, Макей, к воротам беги. Блядь. Хорошо, хорошо, Макей. Не выключайтесь. Вот минут 10 второго тайма мы еще были похожи на футболистов. А дальше начался пиздец. Опять практически никто никого жестко не встречает. Свободно получают игроки реалити-мяч. И в окружении семерых, ну, грубо говоря, выходит один на один. Зириков тащит. Я считаю, что надо его отпиздить, Мишу. Кого? Мишаню. Он кринжон нас назвал, причем, блядь. Потому что мы участвуем в этих... Да мне хуй класть, братан. Вот я тоже хуй на него клал, блядь. Я, блядь... Мы домой придем, только... Блядь, Лёд, он мудак, согласен? Какой, блядь? Нет, я сейчас... Братан, я футбол, да, смотрю. Я пришел играть здесь, братан. Не, ну я просто говорю. Честно говоря, я вот в этот момент не понял вообще, что происходит. Ну, окей, да, пришел Чупенкос. Во-первых, непонятно, почему Толя подходит к нему и говорит, ты будешь главным кринжом. Потом говорит, давай там отпиздим Мишу. Потом еще какую-то хрень начинает затирать в тот момент, когда у команды игра не идет, что-то там бегает от одного к другому. Чупенкос говорит, я пришел, там вообще это футбол, братан, смотреть. Он говорит, нет, там кринжом. Миша говорит, я к тебе приду, еще что-то. Я, насколько помню, Толя ко мне приезжал в тот момент, когда он ударил Егора по лицу и сказал, сейчас очень износпорте печальная история, потому что я вообще не про это, я вообще не про драки. Я вообще хочу там в футбол играть, я хочу там доказывать, мне там футбол именно интересен. И вот сейчас для меня, я вот это, честно говоря, вообще не понимаю. Уже эти, бля, вбросы реально кринжовые перед матчами вот здесь стоят. Я понимаю, нужно себя как-то проявить, но не так, чтобы люди от испанского стыда, бля, умирали. И тем более во время футбольного матча, когда ты видишь, что у команды все не совсем гладко идет. Иди за игрой, бля. Но если ты хочешь подогреть, там встань что-нибудь, я не знаю, сходи там с судьями поговорить, там с другой стороны ты доебываешься до игроков, своей же командой что-то от них хочешь, вообще насрать, что там на поле происходит. Но за этой прикольной болтологией мы получаем очередной момент. Как в первом тайме у наших ворот, ничего здесь абсолютно нового, опять все тот же Диабальт, опять все тот же на этот раз уже Лилюхин, где-то рядом Лидовский, Бухарни попадает по мячу, льду прокидывает мяч между ног, чуть качают Давыда и бьют ближний угол. Гол. Один-один. В меньшинстве. Тебя на поле ждут, они в ринге, ебанарошки. Слышал, ты слышал, только тебя никто твой выпустил. Да блять, футбол вы заебали, просто ебаный футбол. Идите нахуй туда, вы заебали на бровке все хуйню делать. Пиздец, своими драками, хуяками. Заебал ты каждому кидать, иди нахуй, да пиздец. Просто блять, хи-хи-ха-ха, блять. В Африке есть львы, настоящие львы, не обдолбанные, как в зоопарке. Безотносительно голо. Про Толю и Мишу. У них там какая-то своя рубка, рубка причем в квартире, которую снимает команда. Ну, мы в принципе обещали, но тем не менее, их рубка, в том числе, их определенное поведение не дает возможность некоторым другим людям в этой же квартире жить и работать, в том числе, что негативно сказывается на процессе и вообще достаточно сильно мешает брокам. Плюс ко всему, Толя и Миша сейчас ездили на челлендж с Перековой, из-за чего пропустили важнейшую тренировку перед четвертьфинальным матчем. Отсюда вывод такой. Ну, если кто-то кого-то хочет вызывать на драки, если вот интересно вот это вот все, там только снюс, фигус, нет ничего проще, чем закончить. Случай с Эрикьяно показал, что церемониться мы не будем, а у Эрикьяно вообще абсолютно другая медийка. Поэтому пацанам либо нужно подумать, что делать и какими звездами там они себя считают или стали, либо просто спокойно брать, уходить. И не приезжать на бровку, заебывать вот этими блядскими разговорами, когда идет футбол, матч не складывается, сидят хи-хи-ха-ха. Отвечаю, я понял вот просто про что. Игорь Звездин писал не раз по поводу того, сколько людей должно быть на бровке. В следующей игре, в четвертьфинале, будет в разы меньше и никто, блядь, не подойдет к этой ебаной линии, где должен стоять только СОС, блядь. Ну, а здесь просто пиздец. Этот гол я вижу сейчас первый раз. Не понимаю, каким образом игрок мог обвести 8 или 10, 15, 16, 17 игроков на каком-то армянском дриблинге. Здесь он что, прокидывает между ног у льда, убирает на замахе Илюху и бьет из-под его ноги в ближку к Зирикову. Ну, пизда, блядь. Ладно, все, нахуй. Он все говорит, не хочет, блядь. Просто в пизду, блядь. Ебаная хуйта. Мне поебать ни слова, блядь, на бровке не говорите, блядь. Заметил, что я опять взорвался, его пропустили сразу. Я опять, я каждый раз забиваю там голы, когда я не вижу мяч, блядь. Когда я не вижу поле. У нас настолько классно получается играть в футбол в этот вечер, что Лорд Яг, за этим всем наблюдая, прибегает сам в атаку. И посмотрите, прямиком из гидростроя перехватывает мяч, уходит от одного, второго, блядь. Нет, от второго не уходит, он у него мяч крадет, потом между двух прокидывает и бежит сам. Он не верит ни в кого, блядь. Пытается забить пустые ворота, как Макей, блядь. Ой, ой, ой. Хорошо. Нет, умница. Хорошо. Там. Ай-яй-яй, блядь, много, 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 блядь. Не выключайтесь. Просто насладитесь этим пиздецом. Да, у нас Джуси хороший, хороший. За спину льда, да, гауча с мячом. И нас больше, нас, сука, больше, но нет, больше их делают, что хотят. У нас как будто ватные, резиновые какие-то ножки у половины команды. Непонятно почему, откуда столько свободных зон. И просто человек один в чужой штрафной получает мяч. Шуенов спасает. Да потому что вот эти разговоры, блядь, друг, блядь, подкасты какие-то на футбольном поле записывают. Бля, ебаная игра есть, блядь. Давай сиди... Я, ты хочешь сказать, что я не болею за команду? Ну вот, ебись туда и там общайся, блядь. Я с ненормально общался, минуту, минуту пообщался и что? Пиздец какие-то, бля, бои, ебанутые. Все, тихо, блядь. Уже заебала эта хуета, бля, клоунада. Ебаный плей-офф, блядь. Бои какие-то. Иди, бля, бейся, блядь. Ты, блядь, со всеми, блядь, друг, блядь, запиши подкасты. Нахуй вашу в единый, блядь, футбол, блядь. Да нельзя, но угловые можно? Играйте, господи. Да я даже ничего не понял. Все, все. Ну, просто мы тебе сказали один раз второй. Ты сказал, что ты делаешь на поле. Да все, ну не надо, потому что, блядь, вообще пиздец. Тебя попросили один раз второй, отойди. Отойди просто, и все. Иди. Вот на тебя и сбывались. Ну, иногда у нас случаются просветы. Например, вот Серега Швинов отдает на Фидоса. Фидос уже ближе к своей позиции. Здесь отбирает мяч и отлично видит Даву. Хорошая передача. Но Дава не смог отдать на Макея. Макея не смог отдать на Даву. Но Дава мяч отобрал. Молодец. Пробил девятку и мимо чуть-чуть. Рандомный момент. Блядь! Сука! Дава невероятно хотел забить в этом матче. Вы просто посмотрите, в каких сантиметрах от штанги пролетел этот мяч. Идеально крутил. Нерабочий левой. Ну, как же нам не везет иногда в таких моментах. Как, сука, не везет, блядь. Зато меньше проблем намного у реалити. Потому что, ну, вот опять простой вынос. Опять они цепляются, хоть они играют в меньшинстве. Опять хорошая диагональ. Здесь Фидос, который на этой позиции редко играет. Диабальт уже на этот фланг сместился уже и Фидоса обыграл. Ну, и здесь фолл и желтая. Ну, а что еще? И, конечно же, совсем не удивительно, что после штрафного команда, не устану повторять, играющая в большинстве, не ловит подборы и по нашим воротам опять бьют. Я камень сейчас пойду, а когда камень шуголы мы забиваем. Иди. В натуре. Иди, Сы. Ты сходил? Нет. Иди скорей. Но даже такие легендарные приметы, которые мы сами придумали, не работают. Видимо, немножко по-другому это должно функционировать. Здесь они опять бегут в этот фланг ебучий, блядь. Передача опять проходит. Опять он тоже тут видит еще игрока. На замахе убивает игрока, дает пас и, блядь, в сантиметрах пролетает от штанги. Субанная. Когда на замахе попадаются даже лорд Дьяков с Серегой Швиновым, то это все. Трагедия. Слов нет. Блядь, ты сегодня монстр нахуй. Если б с левой в 9 дал, а че не играет команда? Вообще похуй, блядь. Все, ну так. 70-ая минута. Часики тикают. Мы по-прежнему играем в большинстве, но теперь в мыслях только одно. Сохранить хотя бы этот результат, потому что атакуем мы мало. Нас просто раскатывает реалити. Мы не успеваем нигде и никак. Здесь сажают на задницу Пашу Лилюхина. Отдают тому же Гаучу. Гаучу накручивают Даву. Гаучу накручивают Бухара. Гаучу отдает под себя и удар хорошо, что по центру. Пиздец. Моё признание сейчас, когда я пересматриваю этот матч, честно, честно, я смотрю на команду Броуков и мне сложно припомнить, чтобы какая-то команда так плохо играла. Сложно припомнить, чтобы какая-то команда так проигрывала все 50 на 50, так не забирала подборы, так не забирала отскоки и выглядело уж от уж это матч ужас. Короче, такое в плей-оффе вообще нельзя допускать от слова совсем. И это, в принципе, даже хорошо, потому что можно представить, что это там, например, какая-то там расслабленность или просто не тот день. Но если это наш реальный уровень, это ужас, страх, трагедия. Товарняк за 3,5 миллиона. Просто посмотрите, в каком темпе мы отрагаем в большинстве. У нас нет предложений в цель. У нас здесь свободная зона, что обрабатывает мяч, он отдает на Колю. Коля зачем-то хочет сделать очень хитрую передачу, попадает от ноги друг к защитнику и идет простой вырос. Вырос этот заканчивается тем, что Лед ошибается в простейшей ситуации. У него было несколько секунд, чтобы обработать мяч. Все что угодно если он делает. давайте еще раз туда. Вот одна секунда, две секунды, никого рядом нет. Он просто отдает мяч сопернику. А соперник уже просто бросает вперед Гаучи. Как бегает Гаучи, мы уже знаем. Как он делает замахи, вот он делает раз замах, вот два замах, вот три замах, вот четыре замах, вот лед опять же прибежал. Ну, короче, в пизду этот матч, блядь. Два-один. Бери, да, эту штуку. Дим, ну, бери, да, на всякий случай, да. Челлендж на руки. Челлендж возьмите на руки. Челлендж на руки. Челлендж, 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 челлендж на руки. Защитники так вначале хорошо играли и сейчас стали такую хуйню пропускать, это пиздец. Ну, как так, ребята? Да. Это пиздец какой-то. Сейчас вар идут, смотря, блядь. Лукар, нормально, красавец. Да все терять, блядь, как можно так ошибаться, да хуя, я ваху, как так играть, блядь? Хуй, блядь. Блядь, ну, че не заводить, смотри. Я как будто крайним защитом отыграл всю игру. Я вперед, блядь, хуй получил. Мне интересно так играть, блядь, в футбол, пиздец, да, тогда ЦЗ, блядь, можем я перест... Здесь тоже увидим. Вот. Ну, здесь не видно, здесь не видно. Предыдущий повтор. Нет, нет. Вот, смотри, вот попадает в ногу. Если мяч попадает от своей части тела в свою часть тела, это не считается? Нет, это не считается. А, я ничего не буду оспаривать. Начиналось так все хорошо. Его записание? Два года как... Ребят, играем, пошли. Все, Фил, блядь, ну, все. Э, Рези! И тут бы, конечно, можно было попытаться сравнять счет, поиграть в навал, но вот следует подача в штрафную, а в штрафной у нас ноль человек. Кайфово! Очень кайфово! И спасает нас в этой ситуации кто, как вы думаете? Нет, не я в наушниках, а Джуси, которые выбегают с мячом в руках из-за предела в штрафной. И мы получаем шанс на стандарт, шанс на гол. Блядь, надо выходить уже вниз. Дьяков, мягкий! Да что ты будешь делать? В матче против Фуну играйте, пацаны! Конечно, было бы прикольно, если бы Дьяков забил, но мы не заслужили этот гол. Мы не заслужили в этом матче ничьей. Все абсолютно по делу. Дьяк-то, может, еще один гол заслужил, но команда Броуки нет. Так как мы играем, это просто позорище, и я бы вообще всех выпустил. Так же, как в матче с Бейсментом. Но это мое мнение. Ну, позорище, это я не говорю, что там футболисты виноваты. Просто бывают такие дни, когда бывает позорище. Ну, и я респекну реалити. Реалити реально молодцы, очень красивый футбол играет, мощный, размашистый. Вот, прям молодцы, пацаны. Ну, это мое мнение такое. Блядь, ну ебать они нас возят, сука. Этот комментарий можно давать любому нашему действию, в том числе и в концовке матча. Четверых, пятерых легко обыгрывают. Как нефиг делать. Это ужас. Чипенкос в шоке. Ну, а в концовке мы даже не сподобимся на последний штурм. Мы потеряем все мячи у своих ворот, абсолютно все мячи, кто бы там ни играл. Вроде бы нам нужно забивать, вроде бы мы в большинстве. А атакуют реалити, ведя со счетом 2-1. И легко разбираясь с нами. Абсолютно легко. Это, наверное, повторюсь, худшее, что я видел. И как раз в этот момент судья и собирается дать финальный свисток. Грузить вперед. Вот туда. И все. Ох, блядь, ох. Рональдиния великий игрок. Не трогайте Рональдиния. Пиздец. Просто пиздец. Слов нет. Я не знаю, что это. Не ходил человек наш. Всю защиту возил, блядь. Ну, если на спорте будут играть, они будут сами решать, да. Братан, ну, блядь, матч ты видел. Ну, куда тут зарубанного они будут расстроены. Братан, во-первых, выносливый, слабый, в защиту. Это раз. Техники никакой. Единственное, что, конечно, физика. Физика здесь ебет. А для футболиста, вообще, здесь, на большом футболе, физика и выносливость основное. А техника, это уже уникальный, блядь, футболист. Еще, он техничный. Был момент, что ты думал, все, проиграли реалити? Нет. Нет? Ты прям до конца был уверен, Конечно, мы с первых минут владели мячом, с первых минут давили. С первых минут были, давили, все делали, как бы, и нам оставалось просто забить. Мы это сделали, и Галчев в очередной раз доказал, что это лучший бомбардир, а наша команда доказала, что все-таки, несмотря на... Несмотря на... Несмотря на... Интелетет, мы можем понимать друг друга. Спасибо. Спасибо. Поздравляю, брат, еще раз. А не, а что говорить? С вами охуенно пацаны играли вообще. Малый сын. Раз мы подстраиваемся под игру другой команды, свою не можем дать. Мы подстраиваемся под них, они начали играть зло, а мы начали играть. Отдаем мяч просто и ждем. Вначале я думал, реально... Да, вначале охуенно. Я думаю, их разорвем вообще. Потом какая-то хуйня в защите устала. Один за другим вам начали забивать. Что за хуйня? Странно как-то. Они еще, блядь, выиграли здесь. Ой, блядь. Я даже не знал. Я не знаю. Мы их ебем, блядь. Ну, ты чувствуешь, что тебя не понимают. Нет, не то, что меня. Мы все. Ты знаешь такого тренера, Раймон Доминек? Он команду отбирал по знакам Зодиакона. Подожди, кого он тренировал? Раймон Доминек. Как Зарема, который выбирает тренера. Ну, в общем, хер знает. Не до смеха. Сейчас вот на часах два ночи. И в эти два ночи хочу сказать две вещи. Первое. Болельщики, ссори за то, что вы увидели на матче. и, наверное, сейчас в обзоре, потому что смотреть это тяжело, но вы должны понимать, что бывают дерьмовые дни у всех. Вот это был дерьмовый день, когда мы все проложали абсолютно от и до. От руководства до футболистов. Мы все проложали. Поэтому просто ссори. И я думаю, после вот такого вот говна команда выдаст свой лучший матч на спорте. Самое главное, что не было по факту эта игра на вылет. Вот это самое главное, что мы понимали, насколько хуево мы можем сыграть в групповом этапе. Дальше на спорте этот матч принципиальный. Реалити вообще не воспринимается как команда с негативом. Вот ей богу, как бы там Фил не пытался вначале себя сделать гангстер, он все равно какой-то добряк. Похуй на эти три с половиной миллиона. Самое главное ебануть этих на спорте. И спасибо тополиному пуху. Я чуть не сдох уже от этой долбанной аллергии. Спокойной ночи нам, а вам новых побед. И беспокойной субботы, да. Всем пока. И не забывайте, нас не сломать, не потому, что мы никогда не сломаемся, а потому, что мы уже поломаны. Нас не удивишь этим. Пока. Найдзер. Суббота.